Привет, привет, дорогая, дорогая, неоценная, верится, шановная, публика. С вами назад у будущего, а я для Вон Вольски. Назад мы пройдем в будущем. Мы были и в зоопарке, мы были на даху хмарачоса, мы мерзли на конях ездят же, мы мерзли у Вильнии, мы мерзли у Менску. На даху мы так само страшно мерзли и не подавали выгляду, что мы мерзнем. Мы отмораживались в Барселоне. Я не скажу, что вы мерзли у Калифорнии. В Калифорнии мы не мерзли, мы, наоборот, опалялись, амали что плавали, ходили по узбережу, дыхали морским бризом, думали про белорусский, зумовно. Все нам не давало спокойствие эта белорусская вечная, правда, вечная белорусская или литвинская ситуация, когда все забыто, когда нет миссии, когда все ждут, ждут, а ничего не случится. Мы с вами прошли долгий экскурс от неких темных часов, про которые некие Геланики нечто сказали. Мы начинали с того, что как вспоминали жахару нашей территории, античные мудрецы, античные историки, а вспоминали оно очень-очень специфично. Мы прошли практически весь шлях великого князства Литовского. Я споделюсь и будет другой сезон, и еще несколько программ, и князство Литовское, на жаль, закончится. Не оккупация, а такая аннексия начнется в Российской империи, какую мы сами узгадавали. Все эти экскурсы меня упомнили тем, что войны бывает, что с тобой выращается, а не редко. Все выращается, звичайно, на паперах, на перомовах. Воевали, воевали, а потом собрались, подписали замирение. Вот я, как с малином сперохотил, то он был наш, потом его забрали, потом он был наш. Потом его забрали, потом подписали. Он стал наш, потом его забрали. Потом уже не было никаких войн. Просто подписали, поделили между Австрией, Россией и Пруссией. И все пошло в разные боки, и никто не воевал. На что воевать? Если можно так, раз, и им написать. Они уже готовы были воевать, а лишь им написали, «Войне вы належите Россией». А, ну ладно, пошли, шеять, пахать, орать землю. Раз так уже. Ну, вот эта извачка, напомню, коронилась в речь-то, что у генных нашего народа. И теперь он постоянно думает, ай, пойду я орать землю, шеять, пошло оно все. Хотел сказать нецензурно. Я не знаю, что цензурно, но до холеры пошло оно все. Он сказал Рахман и померковный белорусский народ, и занимался свою справа. Играем. Непознавально изменилась наша столица за эти часы. Вот мы сдавали на этом колу взгляду год тому. И теперь видим, как все поменялось. Как помолодела белорусская столица. Как она попрыгажала. Как выросли какие гмахи прыгожие. Поглядите, купол цирка теперь, глядится, неким я не веду. И свинокомплексом просто, в сравнении с этой величной и серьезной архитектурой. Троицкое предместо пошло в гору. Достало его колеречки, там телепатца, с этими корчевами, своими ковернями. А оно пошло расти в гору. И там теперь можно будет выпить шашку кофа на версии. Запалить сигару, посмотреть на корту и сказать, ну а не так, что и Киевское. А эти мы только не знали. Как они казали музыки. Ой, вот такие народные музыки, какие-нибудь народные капеллы, ансамбли. Мы уже весь свет объездили. Вы сидите за столом керами. Весь свет объездили. Вообще и в Самохваловичах были. И в Йоцевичах, и в Жабинцах были. На авто Вацевичах стреливали. Весь свет объездили. Вот так и у нас. Весь свет и в Вильне были, и в Калифорнии были. И даже снимали в страшном туристическом месте, которое называется «Брычка». Потому что, когда новостворенные ратуши, есть такая «Брычка», где каждый из туристов, которые приезжают с Йоцевича, Вацевича, в Жабинцах, они тут и приезжают. И обовязковывают эти «Брычки». Им надо немного полирать сидушку. Вот она полируется. Она вся взяла от их азатков. Она вся сделала золотая. И мы так само там присели. Починали нам память идти. Ой, кого мы только не обучивали. И у Щаслава Чаратевича, и у Васильеву Полоцку, и Скорину. Час от часу были у нас перохлёсты и пирогины на месяцах. Были у нас недоречные жарцыки. Были у нас помылки. Мы сказали, что литовская мова померкова... Помылкова мы сказали про литовскую мову тежмудинскую. А это была на самом деле старобалтская мова, которая была на нашей территории тагачасной. Разные были помылки. Мы, может быть, когда будет протягиваться наше «назад в будущее», мы потом сделаем управление помылок, уличим ваши всякие гневные вводки, а так само и хвалебные вводки, ваши становочные вводки. Мы так само... Может быть, мы сделаем разбор прессы. Это верь не цикаго, разбор прессы, потому что он занимает целую программу. И не требует ничего учить, не учить никаких исторических подеев, никаких коллизий, на черзе у нас такие коллизии. Шведская война, Петр Первый. Это очень-очень трагично. И, хотел сказать, не цикаго. Цикаго, безумовно. Но для нашей территории это просто были незворотные... Незворотные... ...падения. ...после каких уже мы не... ...кончатково тратили свой тварь. У нас тут, в сезоне, мы собираемся есть попередние домовые. Хотелось, и не раскрывать карты, а лет чего уже тут? Мы на такой высшеме, что страшно. Домовы есть снять у нас в Кремле, в овальной зале. Домовы есть снять с Эдвардом Родзинским, их историческое преимущество. Кто же имеет рацию? Он и мы. Есть певная домовая снять на борце российского изнищальника. Приватная, попередняя домовая с одним российским военнослужащим пилотом стратегичного изнищальника он пообещал, что мы сдаем программу его на борце, подчас учебно-тренировочного вылету. Еще я безумовно вельми устешенный, потому что я имею информацию, что школьники, которые уже начали учать историю, они переписывают с Ютуба, а также с сайта Белсату переписывают мои программы, распрощаются в классе на планшетах, смотрят перед уроком и часто ураживают наставниками своими глубокими и нетрадиционными ведами. А недавно, даже моя дочка, которая часто часто скептично ставится до моих починаний, и она так, «А, так, товары, изникнение славян, есть там у тебя что-нибудь там в святой гамме?» Ну, погляди там одна из первых передач. Хотя там, я скажу, парадоксально, и, может быть, не в контексте ваших подручников, я знаю все ровно, я ж хоть блесну, что я нечто веду, а так, на обе ничего говорить, а так я, ну, может быть так. Ну, выкажу в альтернативный пункт глядящего, и наставник меня, может быть, навык, из-за положения. Я говорю, ну, гляди, все пошло глядеть, все. Так, теперь мне требует это, 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 это. Я говорю, поглядеть там есть по назвам. Она, о, окей, ну, поглядела по назвам, проглядела, ну, ясно. Сприяем историчной самоэдукации насильництва, якое имкнется до самоэдукации безумно, бо большая часть насильництва, она, может быть, и не требует самоэдукации. Вот посевная кампания, было 5-6 выходных, тут парад, свято, салют. А я поехал в вёстку, проезжаю туда, а у этой вёстки, видите, ну, поумютка людей, все сеять бульбу, кто с конем, кто с культиватором, кто с мотоблоком. Вот так, люди, масса вопросов, я не колел в вёстку, не бачу столько людей. Это было, я просто у кинотеатра под часом шляпу. На кожным по надворку, было, ну, человек 10, съехали все свои айки, у кого немало в вёстка, а на коле есть в вёстку, все ровно проехали, да помогать, да помогать старым там, батькам, дедам. Вот приехали, да помогли, ну, и сидели там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это не заиканье, это просто думают, думают. Продуктовая незалежность от никого, от державы, там все может быть, видите. Все может быть, может быть поводка, злива, затопление, морозы, снеги, могут не расчистить. Тому треба иметь продуктовую незалежность, как бы в склепе было пульвы, морковь, капусты, как бы было в шматусе год, а где можно выжить? И этим, найперше, народ этим занимается. Ну, короче, в наступном сезоне спецэфекты, 3D, компьютерная графика, взносины с медиумами, с экстрасенсами. Нет, этого не будем. Филтергейстами не будем иметь взносины. Стриптиз-шоу в контексте русский царизм, как сродок разрушения белорусского народа. Все это будет подключено только для вашего задовольнения и для того, как вы все более и более обладали этими ведами, ведами историческими, воспринимали новинные истории, как належать. А еще раз мы сделаем с вами экскурсийный тур вот в нашем летучем кабинете, в нашем офисе. И мы поглядем, как изменится наша столица, как по молодежи наш город еще раз в год. А, я что ты мне еще на початку еще вздемал раз-пораз окуляры. Поглядите, когда у меня сейчас вздемаю окуляры. Одно слово, как вы уверены, насколько я заклопоченный лесом в Беларуси, насколько у меня сумные, серьезные и заклопоченные, и столкненные в этой думке про Беларусь в очи. Мы пошли на снижение, поэтому веншую вас с этой нашей вынековой программой, с годом разом с вами, с закончением первого сезона «Назад в будущем». Мне было очень приятно с вами, уважаемое господинство, очень уважаемая публика иметь такой онлайн контакт. И, надеюсь, вам так же было невероятно и будем протягивать в этом же речи. За сегодня с вами, Лявон Вольский, «Назад в будущем». До наступных встреч! Пакуй! Все? Все! На метели, я завсюду на этом коле какую-то метелю, что-то много. Усим привитаньи, Усим леньшаваньи, Свой первый сезон Завершаем мы с вами. И шли мы до кол, По кручастой дорогой, Снов дниша дорога, Взяковать Богу. Я храму с тобой взял, Приятший дню, Назад мы пройдем, У будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok